Субботнее утро, а на центральной площадке в лесном массиве поселения Огудневское уже стоят и ждут волонтёры. Они пришли помочь лесникам посадить новый лес, который на корню сточил жук-караэт. На вырубке площадью около полутора гектаров вблизи поворота на деревню Костыши снова вырастет лес из 70 тысяч ели европейской. Для посадки приготовлены всё необходимое – саженцы, инструменты, мечи колесова, перчатки и хорошее настроение. Его создавали артисты из местных домов культуры. Желающих поработать доставляли специальным транспортом из Щёлково. Есть очень много дел, которые люди делают на будущее. Это одно из таких дел – посадить дерево, которое оставит потом для новых поколений память. Вот сегодня мы с вами вместе будем сажать деревья. Мы все вместе сегодня вышли сюда и посадим лес, который будет означать нашу дружбу. То, что мы вместе делаем, очень важное и полезное дело. Ценные советы перед посадкой дал специалист лесного хозяйства. Там, где сухо, сажаем в дно борозды, где сильно влажно – в пласт почвы, оставленный после прохождения плуга. Делянка увлажненная. Там, где стоят лужи, сажаем в пласт. Мечом колесом делаем ямку и опускаем корни до уровня корневой шейки. Отрадно, что здесь столько много людей. И мы в едином порыве вместе сажаем лес, восстанавливаем ее, потому что это наша общая родина, наша Подмосковья. Влажная осенняя погода – лучшее время для посадки. Важно, чтобы молодые саженцы как можно быстрее укоренились, чтобы весной пуститься в рост. В прошлом году маловато было влаги. Мы сажали и проверяли после этого. Достаточно много не прижилось, нужна подсадка. А в этом году надеемся, что будет гораздо лучше. Влаги много – это хорошо. На вырубку приезжали большими семьями и, что немаловажно, с маленькими детьми. Десятилетний Данил из Оболдина делает свою работу вполне осознанно. Чтобы все дети смотрели на наш лес и говорили, чудо-лес всегда будет наш. И за то, что мы сажаем деревья, производится кислород, он так нам нужен. Заинтересовало. Мы на сайте зарегистрировались, узнали место и приехали. Очень приятно, что наши дети участвуют в таком мероприятии. Своё дерево на лесной делянке посадил герой России, космонавт Василий Циблиев. Вот то, что сейчас делается в нашем родном Подмосковье и в дорогом у меня Щелковском районе, эта акция уже не первый год проходит. Это правильно, абсолютно. Это привлекаются дети. Это же память остается потом, в конце концов. Будет приезжать мюкан и сказать, а вот здесь я сажал деревья или елки. Они принялись. Это хорошо. В Афрянове тоже кипела работа. На месте елового караедника в районе поворота на деревню Костыши активисты с настроем высаживали лес на площади более 4 гектаров. Саженцы у нас есть, мечи у нас есть, энтузиазм у людей есть. Земля хорошая, влажная, дождей было много. Думаю, что сразу всё примется и наша сила лесу поможет, а мы поможем ему. Благодаря волонтёрам в Подмосковье объёмы лесовосстановления почти вдвое превысили прошлогодний показатель. И что примечательно, пожилые люди в ручном труде старались не отставать от молодых. Те потери, которые мы несем в лесу, наша подмосковная прелесть сегодня беднеет. Но с таким энтузиазмом и настроением мы думаем, что через несколько лет опять отовсюду будут встречать наше поколение зелёные деревья. На самом деле сажать дерево очень просто. Для этого необходимо воткнуть меч кольцово в землю, сделать буквально два движения. Сеянец. Чтобы корневая шейка была на уровне земли. Рядом через 10 сантиметров воткнуть снова и прижать. Вот и всё. Нам сказали, что будет выходить как, кстати. Кто хочет, что-то приходит, но мы пришли. А почему ты пришёл? Ты можешь нам рассказать? Ну, потому что сажать лес, ну, это полезно для экологии. Ну, и даже для нас тоже, потому что сежим воздухом, ну, каждый дышать хочет. Сажали деревья не только в лесных угодьях. В парках, скверах и дворах по всему району можно было увидеть людей с саженцами. На территории нового спортивного игрового комплекса «Фагио» в том же Фрянове заложен целый сад из ценных пород деревьев. Здесь более трёхсот саженцев, которые посадили. Шиповник, сирень, яблони, клены, ёлки, сосны, сирень. Всего понемножку. Шиповник. В микрорайоне Чкаловский депутаты горсовета во главе с Александром Шалыгином восстановили липовую аллею вдоль домов по улице Гагарина. Молодые липкие рябины посажены по улицам Жуковского, Институтская и Ленина. А в новом микрорайоне Богородский жители вместе с депутатом Романом Назаровым заложили аллею из рябины и кленов. Минувшую субботу объединило в труде свыше трёх тысяч щёлковцев. Ими было высажено около двадцати тысяч саженцев. Михаил Налётов, Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания Щёлкова.